Тепло в домах, горячее водоснабжение, оперативный ремонт. Все эти вопросы на постоянном контроле главы округа и профильных ведомств. Представители администрации, депутаты и общественники на ежедневной связи с жителями получают оперативную информацию и лично проверяют температуру в квартирах. Вместе с начальником территориального управления микрорайона Клязима-Сторбеева проверили подачу тепла в дом номер 13 по улице Калинина. Осмотрели подвал, зафиксировали показатели датчиков. У старшей по дому Елены Савельевой проверили температуру батареи специальным прибором – пирометром. Показал 39 градусов. В доме номер 4А по улице Зои Космодемьянской тоже проверили ремонтные работы, благодаря которым подача тепла полностью восстановлена. На данный момент нам пирометр показывает 40 градусов. Знаю, что у вас была проблема, был ремонт трубопровода, произведен вблизи вашего дома. Как сейчас на данный момент отопление соответствует? Комфортно? Да, дома тепло, хорошо. Хорошо. Вода горячая тоже у вас есть? Да. Проверили, зашли в квартиры к жителям. Температура комфортная, что жители нам подтвердили. С жителями находимся всегда на связи. Происходит информирование через домовые чаты, также посредством личных приемов. Находимся с жителями на контакте и в постоянном взаимодействии. Проблемы с отоплением и горячим водоснабжением наблюдались и в Новых Химках. Вместе с начальником территориального управления микрорайона «Новогорск-Планерное» пообщались с жителями и узнали, какая температура сейчас в квартирах. Мы находимся с вами по адресу Марии Рубцовой, дом 7. С начала отопительного сезона здесь были проблемы, были занижены параметры горячего водоснабжения, центрального отопления. Причина была в утечке на сетях ТСК «Мосэнерго». В настоящий момент повреждения устранены, все параметры в норме. В квартире у многодетной матери Надежды Обуховой – тепло. С помощью прибора измерили температуру в помещении. У нас начали 24 градуса, это в коридоре и… Да, и у нас ребята спят в принципе с открытой форточкой и дочкой тоже, потому что мы не любим, когда там очень жарко, нам нужен свежий воздух, поэтому для нас вообще все идеально, комфортно, даже слегка приоткрываем, чтобы освежать. По адресу улица Дружбы, дом 8А, тоже возникли сложности с наступлением отопительного сезона. Сейчас проблемы устранены. Жительница Елизавета Кочеткова показала теплоносители в квартире. Ну детям комфортно, шорт, майка. Ну самое главное, что детям комфортно, не мерзно, все отлично. Еще по одному адресу улица 9 мая, дом 12, в связи с утечкой на теплоносители затапливала подвал. После оперативного проведения аварийно-ремонтных работ тепло вернулось в дом. Сейчас в квартирах жарко. Екатерина Нагай рассказала, что она и члены ее семьи довольны, замечаний нет. Ну у нас были небольшие проблемы с отоплением, когда запустили, но сейчас все хорошо, в квартире тепло, горячая вода тоже есть. Все вопросы, связанные с подачей тепла и работой системы горячего водоснабжения в округе, на личном контроле главы «Химок» Дмитрия Волошина. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.